МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова на канале Радость моя. Я постараюсь ответить на вопросы, которые вы присылаете на сайт Закон Божий. Мы живем в 21 веке, у нас появляются новые возможности. Вот наше общение тоже одно из проявлений таких возможностей. Вопросы касаются этих возможностей, а именно средства массовой информации. Раба Божия Светлана спрашивает. Сейчас очень много программ на телевидении, в которые приглашают священнослужителей. Как вы думаете, Христос стал бы участником в подобных дискуссиях? Видите ли, мы не можем как-то, так сказать, гадать, что бы Господь стал делать. Господь абсолютно свободен и делал только то, что было спасительно для людей. Но он пришел, прежде всего, спасти чад дома Израилева. Вот он в другие страны и не ходил, хотя мог бы. Это вот совершенно очевидно. А что касается его учеников, то Господь же сказал, идите, научите все народы. То есть обращение к широкой аудитории – это есть выполнение заповеди Божии. И то, что вы обращаетесь к священнику через средства массовой информации, и священник присутствует, пользуется новыми возможностями, как раз и говорит о том, что времена меняются, и новые возможности появляются, и любая возможность в руках добрых, она идет на пользу, а в руках злых она может достигать противоположных целей. Так что нельзя сказать, что средства массовой информации – безусловное зло. К сожалению, в наше время, как правило, это так, но не всегда. Поэтому я думаю, что очень хорошо, что есть возможность, когда священнослужители могут обратиться, используя средства современной коммуникации к очень широкой аудитории. Когда я прихожу домой после работы, мне хочется расслабиться перед телевизором, посмотреть какую-нибудь программу, комедию. Допустимо ли христианину смотреть развлекательные телепередачи? Да, Ангелина, конечно, допустимо. Вот если вы, так сказать, владеете собой и хотите только немножко снять стресс после работы и посмотреть какую-то хорошую программу или хороший фильм, хорошую комедию, конечно, можно. К сожалению, вот мы подчас люди слабовольные и, начав смотреть одну программу, так вот от телевизора не отлипаем. Вот в таком случае телевизор, конечно, становится злом. Если вы такой зависимостью не страдаете, то дай Бог вам получать удовольствие и сбрасывать напряжение и радостно и творчески заниматься своими домашними делами. Часто слышу от священников и простых православных, что телевизор не полезен для духовного воспитания. Но я боюсь, что если у нас дома не будет телевизора, то сын вырастет культурно и социально неполноценным членом общества, не будет знать о происходящем в мире. Видите ли, Валентина, этот подход характерный для нашего времени, но, пожалуйста, подумайте, а что было до того, как телевизор появился в наших семьях? Это произошло сравнить недавно. Ну, в пределах 50-60 лет, может быть, практически телевизоров раньше не было. Были образованнейшие, культурнейшие люди. И заметьте, что, например, Александр Сергеевич Пушкин рос без всякого телевизора и понятия о нем не имел, однако вот такой всемирный гений вырос. Так что, действительно, я тоже согласен, что телевизор не полезен для духовного воспитания. Другое дело, что нужно прикладывать какие-то специальные усилия, искать немногочисленные передачи, фильмы, которые действительно полезны смотреть ребенку для такого его нравственного и духовного восстановления. Но их очень мало. Вот если вы меня спросите, вот откройте программу телевидения, вряд ли я вам покажу какой-нибудь фильм. Ну, я просто не все знаю далеко, конечно. Вот если смотреть старые фильмы, то их множество. Но это уже как раз не телевидение, а те возможности, которые дает нам интернет или там видеодиски. Такие фильмы очень полезно смотреть и хорошо, но только те, которые вы сами знаете, что они хорошие. Так что человек становится культурным не от того, что он смотрит или не смотрит телевизор, а от того, что он занимается самообразованием, серьезным, глубоким, под наблюдением взрослых, которые могут давать советы и направлять человека, чтобы он действительно вырос человеком образованным. Я постараюсь ответить на несколько ваших вопросов. Могу ли я испояться не только у своего духовника, но иногда у другого священника? Да, Никит, конечно, можете, но на самом-то деле этот вопрос нужно задать вашему духовнику. Можно ли молиться об упокоении души Михаила Васильевича Ломоносова? Я прочитал, что это был замечательный человек, который всем сердцем родил за Россию. Да, Олег, это человек, который один из тех, кто составляет нашу национальную гордость. И, конечно, о его душе можно молиться. Хотел бы поставить на телефон и на компьютер икону «Неопалимая купина». Можно ли это сделать? Вячеслав, я бы не советовал. Ну вот вы телефон держите в руках, вот на нем икона. Ну, теперь, представьте себе, что вы просто держите обыкновенную иконочку. Вот кто-нибудь так молится? Нет. Икона для того, чтобы мы к ней благоговейно относились. Не держали ее в руках, поставили на возвышенное место и вот так благоговейно к ней обращались. Вот эти современные возможности, мне кажется, вот нужно очень их ограничивать. Они позволяют такие вещи. Ну и потом нельзя забывать, что мы икону освещаем. А когда вы погасили экран своего компьютера или телефона и вновь, потом, через какое-то время, вновь вызвали это изображение, надо его освещать или нет. Так что, мне кажется, это неправильное использование современных возможностей. Чем отличается молебен от обедни? Что лучше заказать? Спрашивает раба Божия Дарья. Ну, обедни – это простонародный эквивалент в самый-самый значительный, совершенно особенный церковной службы литургии. На литургии совершается присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христовой, силой Божией. И вот мы причащаемся к телу и крови Христовой. Выше этого быть ничего не может. А молебен – это некое требообращение Господу Божией Матери или кому-то из святых, в которых мы, ну, вот, обращаемся своими прошениями. На литургии совершается особое поминовение тех, о ком мы молимся сами. Поэтому, если вы хотите помолиться о близких вам людях, я бы советовал подать записочку на божественную литургию. Но вот можно и заказать параллельно, можно заказать и молебен о здравии, например, чтобы вот церковь помолилась, чтобы вашим близким было лучше. Дорогие друзья, наша передача закончилась. Мы пытались дать ответы на ваши вопросы. Надеюсь, что в этих ответах прозвучали советы, которые вам пойдут на пользу. Всего доброго! Господь с вами! Субтитры создавал DimaTorzok